В преддверии 8 марта центральный цветочный рынок является главным местом как для тех, кто закупает цветы оптом, так и для тех, кто покупает их для своих прекрасных дам в частном порядке. Повсюду безумно много людей и машин, все хотят урвать самый лучший букетик цветов для представительниц прекрасного пола. Сейчас мы узнаем у продавцов цветочных магазинов, как им работается в таком ажиотаже. Скажите, пожалуйста, откуда вы берете цветы, кто у вас поставщик? Никто у нас не поставщик, мы с Белоречки, у нас там теплица, мы выращиваем ее, в этом году урожай у нас вообще шикарнейший, но вот покупателей что-то очень мало. Сами мы тюльпаны не выращиваем, мы выращиваем другие культуры. Эти тюльпаны мы заблаговременно закупаем у производителя, оставляем их в холодильной камере и по сезону достаем и начинаем торговать. Мы в основном либо закупаем цветок, либо привозим свой. Поставщики у нас с Абхазии, которые сами выращивают и сами поставят нам. И мы делаем такое удовольствие для женщин 8 марта. Розочки и также весь ассортимент у нас есть местного производителя и есть импортного производителя. Местный цветок по качеству очень даже не уступает. Скажите, пожалуйста, сильно ли поставщики подняли цены на цветы перед 8 марта? Это стандартная ситуация, это происходит каждый год и в этот год тоже это не новость. Цены вырастают. Некоторые продавцы и владельцы магазинов говорят, что именно в этом году сильное подорожание цветов. Как вы считаете? Есть такое. Есть такое. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Общая вот эта вот ситуация в мире, она все равно сказывается и сказывается на импорте, на экспорте, поэтому такой ценник мы и видим. Просто понимаете, как бы Эквадор мы покупаем, ладно, дорого, а местные почему подорожал цветок, это вообще непонятно. И тюльпаны, и розы, все очень подорожало. И мне, как человеку, которому как бы последняя инстанция, к нам приходят, да, уже оптовики все продали, а мы как бы самые последние. И приходят люди, возмущаются, ругаются, что за цены, три шкуры, семь шкур берете и все остальное. Поэтому как бы даже неудобно иной раз произносить цены. Потому что вы их тоже, понятное дело, повышаете из-за того, что поставщики... Естественно, конечно. Таможенные, таможенные, которые двойные, двойные цены берут за таможки. Поэтому цены подняли очень сильно. Перед 8 марта любой поставщик поднимает цену, чтобы заработать на нем. Причем только на 8. Вот просто как... Многие говорят то, что именно в этом году, перед 8 марта, поставщики очень сильно подняли цены. Как вы думаете, с чем это может быть связано? В прошлом году тюльпан был намного дороже, чем сегодня. Были по 250 штука. А сейчас, по-моему, самый дорогой 200 рублей. То есть все непосредственно связано с тем, что и луковица подорожала, транспортные расходы, таможня, налоги. Разница в 30 процентов где-то с прошлым годом, помимо этого. Ну и розница, соответственно, тоже немного поднялась. В каком ритме приходится работать перед 8 марта? Поделитесь, пожалуйста. 24 на 7. Вообще. Без остановки постоянно, регулярно. Если здесь, на складе, работа, отправки. Ну, у кого как по клиентам. Мы практически не спим. Вот вчера ушли в 8 вечера, прошли в 2 часа ночи. Вот такой ритм. Ну, неделю вот так мы готовимся к 8 марта. И работаем в 6 утра до 9 вечера. И обслуживаем последнего покупателя. Мы встаем очень рано и приезжаем домой поздно, потому что пока расставился, пока собрался, приезжаем мы сюда часов в 5, вставать в 4, чтобы успеть доехать, загрузить машину. В очень таком напряженном ритме. Домой не уходим. Все для вас, девочек, для нас, чтобы радовались. О, бешено. Иногда даже приходится и домой не ехать, чтобы все продать. Сколько вы дней примерно готовитесь вот именно перед 8 марта? Ну, наверное, с 1 марта начинаем готовиться. Всегда. Это каждый год так. С 1 марта закупаем и с 3-4 начинаем делать композиции, букеты, чтобы все было готово. В этом году мы с 3 марта работали. Вот к 8 марта подготовка пришла. Ой, уже готовимся за месяц раньше. За месяц. Аж за месяц? Да, аж за месяц. У нас начинается обор и собираем, держим в холодильнике, а потом уже заказчикам, кто заказывает, мы им уже отдаем. На рынок выходим стабильно уже, чтобы ежедневно, наверное, дней за 14. Это уже постоянная ежедневная работа, каждый раз на этом месте. Кто собирает букеты и как много времени на это уходит? Собираем букеты. У нас с мамой своя техника. Я чищу розу, а мама собирает розу букеты. Букеты у нас собирают флористы. На букетик уходит, если мастер, так скажем, своего дела, то минут 4-5. У нас работники работают, собирают, платим за работу, лук лицу режем. Ну, которая, лук лица больная, выбрасываем так. Ну, работники сами же не собираем, на это время не хватает, ну что? А что делаете с цветочками, которые не удалось распродать? У нас такого не бывает. Не бывает? Все прям раскупают, да, всегда? Прекрасно. Да, ничего. Потом, ну, уже по ценнику ориентировочно смотрим, уже какая цена после праздников. Ну, уже спускаем цену, отдаем. Ну, свои покупатели все равно есть. Мы таких моментов не допускаем. Мы всегда стараемся все продать. Ну, уступаем цену, соответственно, и берем адекватное количество. То есть, впрок не берем то количество, которое мы способны продать. Ну, именно мой магазин, мои магазины, мы выбрасываем цветок. Мы не... Мы утиль делаем утилим. Продолжаем либо продавать, а когда испортились, выкидываем любой цветок. А что вы делаете с цветочками, если их не раскупают? Дарим!